Экономика 21 века – это экономика борьбы за лишние деньги. Человечество как-то пропустило этот момент в своей истории. Момент, когда у людей появились лишние деньги. Не только у тех воротил бизнеса, у которых лишняя копейка водилась всегда. А лишние деньги появились у обычных людей, которые живут среди нас. Практически у всех. Лишние деньги породили новые рынки, которые в свою очередь создали новую экономику. Когда я говорю, что мы не заметили появления лишних денег, я не имею в виду каждого человека. Я имею в виду наше большинство. Признаком наличия лишних денег стали различного рода сбережения и даже заработки на сбережениях. Например, инвестиции и депозиты. Когда человеку нечего есть, он не будет откладывать деньги на потом, даже под проценты или другую возможную прибыль. Первыми заметили избыток денег у населения, разумеется, банки. Люди начали сдавать деньги в банк на хранение. Банкиры быстро поняли, что эти деньги могут заменить им в обороте собственные капиталы, и начали предлагать вкладчикам проценты по вкладам. Примерно так возник рынок в борьбе за лишние деньги населения. Банки принимали депозиты под обещание низких процентов, а кредиты выдавали этими же деньгами под более высокий процент. Куда же брались в народе лишние деньги? Это следствие высокой производительности труда, достигаемое за счет автоматизации и роботизации производств. Внедрение роботов и других станков сокращало общее количество рабочих мест. Но повышало производительность труда оставшегося персонала. Одновременно поднимая планку требований к их образованию, опыту и навыкам работы. Разумеется, за это работодателю приходилось платить большие зарплаты. Борьба за лишние деньги в карманах людей породила новый вид экономики и новые рынки. Но самое главное состояло в том, что наряду с лишними деньгами у людей появилось и лишнее время, которое владельцы социальных сетей сумели снова превратить в деньги. Общаясь в социальных сетях, люди бесплатно создают контент, который хозяева социальных сетей превращают в деньги через рекламу и бесценную аналитическую информацию. В социальных сетях сегодня бесплатно работают все, и молодежь, и пенсионеры, и даже дети. Сообща, они конвертируют свое свободное время в гигантские прибыли владельцев социальных сетей. Таким образом, высокие зарплаты превращаются в свободное время, которое мы все путем общения в социальных сетях превращаем в контент для его последующей перепродажи.